По прогнозам синоптиков, в новогодние каникулы ожидаются снегопады. Если для одних это создаст праздничную атмосферу, то коммунальным службам города это поставит задачу оперативно очищать дороги и тротуары для комфортного передвижения горожан. Подготовиться заранее, сформировать дополнительные бригады дворников и техники – такую задачу на еженедельном рабочем совещании поставила глава Самары Елена Лапушкина. Уже сейчас, на период новогодних праздников, во всех районах организуют дежурные бригады. Они будут следить за качеством уборки дорог, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий. А в случае возникновения чрезвычайных ситуаций должны знать алгоритм действий по устранению последствий. На этой неделе, сегодня, завтра проведите еще раз штабы в районах, еще раз проверьте эти графики. Я прошу вас реагировать на погоду, на снегопады, если вы понимаете, что идет прям завал, да, и один дежурный не справится, поэтому под личный контроль главы. Отдельно остановились на вопросе взаимодействия с ресурсоснабжающими компаниями. Елена Лапушкина отметила необходимость оперативной связи с представителями данных организаций. Меня очень волнует взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, я сама на связи, поэтому, если будут какие-то сложности, доводите информацию до меня. Ну и, конечно, не забывайте проверять в социальной сети, какие жалобы, какие заявления, обращения поступают, чтобы люди на этот период времени не оставались у нас без внимания. Обсудили во время совещания работу елочных базаров. Всего на территории города в этом году открылись 118 точек по продаже хвойных деревьев. Все площадки оформлены в едином стиле. Ежедневно специалисты муниципального предприятия ярмарки Самары объезжают места торговли и проверяют, как арендаторы площадок выполняют условия договора. Елена Лапушкина подчеркнула, с предпринимателями, которые не реагируют на замечания, нужно расторгать договоры. Отметим, что елочные базары будут работать до полудня 31 декабря. Затем в течение нескольких часов предприниматели должны освободить участки, где велась торговля, вывести оставшиеся деревья, навести порядок на территориях. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.